Всем большой байкерский привет! Сегодня я продолжу разговаривать о мотоциклах. Тема для меня не то чтобы актуальная, это наболевшая тема, о которой я в последнее время очень много думаю, потому что я нахожусь сейчас вот в этом процессе, блин, мучительного выбора. Итак, я пришел к двум епошечкам. Это Сероу 225, давайте даже так, Сероу 225 вот здесь пусть у меня будет. И здесь у меня Сузуки Джебель 200. Почему я к ним пришел, от чего я отталкивался, об этом есть отдельное видео, там я рассмотрел много разных вариантов. Это Китай мото, почему именно Япония или Китай все-таки. Это будет отдельное видео, вот здесь ссылочка появится, можете посмотреть. Итак, в этом видео два конкретных примера. То есть это будут два объявления, Сероу и Джебель. Оба за 150 тысяч рублей. И это такие муки выбора, потому что я как будто между двумя огнями, знаете. Одна часть меня говорит, слушай, ну посмотри, Серов нормальный, прям огонь, вообще бери его. Другая часть меня говорит, ну не-не-не, слушай, Джебелечек-то получше будет. Давайте начнем с первого, да. Почему вообще, какие плюсы и минусы я выявил у каждого из них. А вторая часть видео я разберу конкретно, ну вот объявления, которые мы с вами посмотрим вместе. И возможно, если у вас какие-то будут мысли, вы скажете, блин, конечно, очевидно, бери вот этот или этот. Напишите обязательно, мне вы очень поможете. Итак, поехали. Начнем давайте с Джебеля. Джебель 200. Какие я для себя выявил плюсы? Это, ну как бы надежность, я не знаю, пресловутое слово, стоит ли его вообще говорить. Я думаю, что не стоит, потому что что Джебель, что Серов, я думаю, достаточно надежный. Второй плюс это запчасти. Помимо надежности у Джебеля, на мой взгляд, вот из изучения форумов и всего прочего, я понял то, что с запчастями на Джебеле гораздо проще. Там даже выпускают китайские аналоги. Третье, это год, то есть у Джебеля 2005 год конкретно у того, которого я смотрю. Но если взять, допустим, в целом рынок Джебели, вот пусть их много там будет, да, и рынок Серовых, Серовых, то у Джебели года гораздо свежее. То есть там есть 2000, 2001, 2003, 2005 год. У Серова в основном все до 2000 или потом идет Серов 250, но там уже и ценники другие. Это совершенно другая модель, это свежие, там даже есть инжекторные, но их мы трогать не будем. Итак, соответственно, вот эти плюсы я для себя выявил. Из технических характеристик, знаете, сколько я лопатил, сколько я сравнений пересмотрел, я понял, что то на то и выходит. Ну, возможно, там у Серова подвесочка чуть помягче. Теперь минусы, которые немножечко мне не нравятся в целом в Джебеле. Немножко такой старенький вид. Я понимаю, это винтаж. Мне как бы понятен этот образ, этот мотоцикл, этот вид, он мне даже нравится. Я уже как-то первый раз, когда его видел, честно говоря, такой, блин, ну как-то вообще старо. После Home CRM, который я смотрел, эти, ой, XR, извините, Kawasaki Kalu X, там 250, я смотрел такие несовременненькие индурики. А это, думаю, что это такое? Ну, когда я понял, что это за мотоцикл, для чего он нужен, я в него как бы даже влюбился. Он прикольный. Но, к примеру, для региона, для леса это все огонь. Но я иногда, возможно, буду выезжать в город, и я в Москве, блин. В Москве, конечно, хотя пофиг, какая разница, как на меня люди посмотрят. Я, ну, особо не парюсь. Ну, я к тому, что в Москве, вот, возможно, он будет выглядеть, ну, вообще чуть престарело. Хотя, это такой субъективный минус. Также минус, кстати, в техническом плане, задний барабанный тормоз. Никто не жалуется, ни один человек не написал, что он плохой. Но все-таки дисковый просто, вот, как-то ментально, наверное, восприятие, что это современно как-то. На Серове есть вариант с задним дисковым тормозом. И, кстати, тот, который я смотрю, он с дисковым тормозом. Теперь перейдем, давайте, плюсы-минусы Серова. Плюсы Серова – это мягкий ход подвесок. Я реально пересмотрел кучу видосов, понял то, что он, ну, как бы такой помягче. Второй плюс, на мой взгляд, он посовременнее. Вот именно тот, который я смотрю, 2000 год, там немножко такая уже моделька, она как-то выглядит более-менее современно по сравнению с джебелем. Третий плюс, какой? Ну, задний дисковый тормоз, как бы, ну, вы поняли, я всю другую сторону джебеля просто называю. На этом, наверное, вот такие для... А, и 6 передач, блин, это как бы плюс с одной стороны, но с другой стороны я понимаю, что то на то и выйдет. Что на джебеле эти, там, 5 передач, они будут такие же. Что на Серове эти 6, они будут, просто первая будет более, как я понимаю, тракторная такая. Хотя многие отмечают, Серов идет по трассе гораздо получше, чем джебель именно в плане скорости. На джебеле говорят 80-100, комфортно ехать. На Серове можно 100-120, но опять же, 120 на Серове, я даже зачем? Ну, я понимаю, что это лес, ну, максимум до леса доехать можно и до 80, ничего страшного. А, и теперь минусы Серова. Минусы Серова, первый, с запчастями, как я понимаю, более проблемно, чем на джебелечек. Второй минус Серова, их гораздо меньше, возможно, будет сложнее продать потом. Но, с другой стороны, если хороший Серов, то, я думаю, клиент на него всегда найдется. Давайте перейдем сейчас к конкретным объявлениям, которые есть. Первое объявление, у меня их два. Напоминаю, Серов 150 тысяч рублей, он находится в Пятигорске. Конечно, многие сейчас скажут, слушай, ты в Москве, зачем ты ищешь где-то мотоциклы вот в Пятигорске, еще где-то там? Когда начинаешь мониторить, почему-то в Москве вот таких вариантов нету. Обычно это регионно, но я понимаю, почему. Потому что все-таки эндуро это больше региональная тема. В Москве сложно с этим, вообще сложно. Даже из города выехать порой сложно. Пробки, время занято, все в суете в такой. Но не надо, опять же, сейчас говорить, там, блин, ты Москаль, зажрались вы там. Ребята, я сам из Мурманска, всю жизнь там вырос и очень хорошо понимаю, что такое регион. Он в Пятигорске, это раз, 150 тысяч рублей, это два. Пробег написано 13 тысяч, я сейчас плюсы этого мотоцикла, 13 тысяч километров, пишет человек родной. Но я, честно, не уверен. Блин, ну, как бы очевидно, 19 лет мотоциклу, какие 13, даже при самом лучшем раскладе, ну, я думаю, то, что там минимум, там, тысяч, ну, 30, это вообще я сейчас беру минималку, а то, как бы, и больше гораздо. Ну, хорошо, хочется же верить в лучшее, возьмем, пусть там какой-то более минимальный пробег. Что меня так в нем привлекло? Во-первых, более свежая резина, чем у джебеля. Ну, реально, видно по фото, она свежая. Второй момент, ну, как бы, общее визуальное состояние. То есть, я вижу, он как будто такой сбитенький весь, ну, такой, ну, как-то вот состояние хорошее. Работает хорошо, мне в целом все вот понравилось. Он, единственное, не стоял на учете. Мне это не очень по приколу. Я объясню, в чем тонкость. Я читал на форуме, вот такой случай. Человек пишет, я купил мотоцикл, он не стоял на учете. Я поехал в МРЭО ставить, мне говорят, извини, он в розыске. А смысл в чем? Мотоцикл приехал давно в Россию, вот этот приехал в девятом году, мотоцикл. И, возможно, первый владелец его купил, покатался, там, не знаю, у него украли мотоцикл. Потом сделали какие-нибудь документы, его так перепродают. А владелец там подал где-нибудь в розыске в другом городе. А он-то на учете нигде не вставал. А потом человек приходит на учет ставить и попадает. Поэтому даже, ну, мотоцикл может не стоять на учете, но он может быть чисто теоретически в розыске. Вот, я уже взял вин, я все проверил через ГАИ, там, закинул, чтобы все пробили, посмотрели. И сказали, в розыске его нету. Это хорошо. Единственное, конечно, это минус. Меня это немножко настораживает, потому что лучше, конечно, мотоцикл после хозяина хотя бы на учете, чтобы потом не было проблем с переоформлением и было с кого как бы спросить. А здесь, получается, он даже на учет не ставился. Ну, он там есть, он вписался в ПТС, но не ставил. Теперь давайте перейдем ко второму объявлению. Это Suzuki Jamil 200. Находится он в Уфе. В Уфе стоит 150 тысяч рублей. Мне он тоже нравится. Я переписывался с владельцем. Все, адекватный парень, все рассказал, показал. И тот, и тот мне скинул видео. Давайте сейчас, перед тем, как перейдем к объявлению, посмотрим видео джебеля теперь. ПРОДОЛНИЯ что мне нравится в джибеле он тоже честный с одним хозяином я нашел даже таможенную декларацию его он возился по моему если не ошибаюсь четырнадцатом году у него есть два комплекта резины одна дорожная он ну парень как бы открыто честно все говорит мне это нравится реально нравится потому что вот с ямахой как-то ну так немножечко вот все просто сухая информация здесь человек говорит резина на которую он пришел она есть но ну дорожная но она уже потрескалась я понимаю в принципе мне дорожная особо не нужно но было бы круто если была хорошая резина но и внедорожная он говорит можно еще кататься но я смотрю по фото и понимаю то что кататься может и можно но под моей цели и задачи я хочу полазить на кольском полуострове там по горам там есть очень прикольные места там нужен хороший зацеп резины поэтому скорее всего мне придется покупать еще и покрышку к нему плюс это 2005 год ну как бы по pts ну и так вроде модель я посмотрел там она уже позже двухтысячных годов идет но по состоянию не знаю почему вот знаете есть такой момент интуитивный вот я интуитивно чувствую что ну как-то собранный что ли более вот ну как-то посвежее несмотря на год я начал все это лопатить общаться с ребятами на форуме многие пишут что не смотри на год год не так важен важное состояние мотоцикл может быть пятого года но усажен уже прилично нежели там двухтысячного года для себя принял эту пометку и на год не буду смотреть короче вот такие два варианта завтра человек поедет смотреть серого и от этого как бы скорее всего решится судьба я давайте отдельным видео сделаю осмотр серого если интересно давайте поставьте сейчас палец вверх ну чтобы я понимал то что вам интересно я тогда сниму видео но это все соберу этот материал как мы посмотрели этот серов потому что я попросил там товарища он мотоциклист посмотреть этот мод он завтра глянет мы это видео я соберу посмотрю что там получится и от этого уже решится судьба моей покупки если вы сталкивались с эти с этим выбором и вы меня очень хорошо понимаете если кто купил уже мотоцикл какой-то из этих двух напишите почему вы купили мне будет очень интересно я собираю как бы сейчас вот информацию пока осталось два месяца до сезона не хочу делать поспешный выбор но в тот же момент не хочу протупить потому что выскакивали некоторые хорошие варианты и я просто из-за того что тупил ну и их не забирал все парни на этом все давайте пишите ну и будем дальше идти я надеюсь то что уже к сезону я что-нибудь возьму ладно все всем пока